Единственный в Центральной Азии производитель индейки оказался в сложной ситуации. ТО «Ордобасыкоса» реализует инвестиционный проект по созданию зернохранилища на 20 тысяч тонн с кукурузоперерабатывающим сушильным комплексом. Для этого товарищество в прошлом году заключило соглашение о финансировании инвестпроекта. АО «Казаграфинанс» должно было закупить и передать им в лизинг оборудование. АО «Каф» не своевременно произвело таможенное оформление и не продлило срок временного хранения на СВХ. Там просрочка составила всего один день. Как мы изучили материалы дела, мы узнали, что постановлением специализированного административного суда города Шымкент от 11 октября 2016 года «Казаграфинанс» признан виновным. Это правонарушение «Казаграфинанс» суд привлек к адмответственности в виде адмштрафа 100 МРП. Кроме этого, суд назначил дополнительное наказание – конфискацию этого плоскодонного силоса на сумму 60 166 755 тенге. Хотела отметить, что силос, вот этот плоскодонный – это всего лишь какая-то часть, небольшое оборудование. И это оборудование, получается, обратили в доход государства. Были действительно выделены из нацпорта и внедрены в этот проект. И получается какой-то абсурд. То есть сейчас государство забирает часть имущества и будет реализована как металлолог. И при этом идет срыв этанного инвестпроекта. То есть затраченные деньги из бюджета будут направлены и реализованы его назначению. И мы признали свою вину. На заказ нового оборудования уйдет огромное количество средств и времени. И теперь получается, что из-за конфискации предприятие отстает от сроков реализации инвестиционного проекта. Руководитель ТОО обратился за правовой помощью в палату предпринимателей. Там помогли с подачей дополнения к жалобе на постановление по делу об административном нарушении. Но обжалование в апелляционной судебной коллегии положительного результата не дало. Оба суд не отменил конфискацию. Поскольку не удалось решить вопрос на региональном уровне, в национальной палате предпринимателя Атамикен пришлось обратиться в главную транспортную прокуратуру. Там представление также было оставлено без удовлетворения. Последствия правонарушения мы сейчас отстаем от сроков реализации инвестпроекта. Если закажем новое оборудование, на это уйдут огромные денежные средства. И мы упустим время. ТОО обучало кадры новому проекту. Встанет вопрос трудоустройства сокращенных работников. Ведь у нас на производстве работают жители из двух сельских округов. Самое первое нарушение это ТООК, квази-государственная организация, которая допустила нарушение. Все-таки это бюджетные деньги. Члены Совета по защите прав предпринимателей противодействия коррупции, посовещавшись, вынесли решение. Судебная практика решается в таком, оно так и должно быть. Почему выборочно, допустим, в отношении кого-то применяется конфискация, а в отношении кого-то не применяется. Это вопрос вам вы должны проанализировать и внести представление в облсуд. Скорее всего, надо вопрос ставить нам перед национальной палатой. Потому что это даже не в наших этих вопросах. Глава предприятия Ордобасыку сейчас пребывает в ожидании решения проблемы. Он очень надеется на положительный исход. Шанар Уразов, Марат Давлетов, Ербол Махашев. Информационная служба телекомпании «Отрар».